мое почтение я александр михельсон и сегодня очередной сюжет моих вьетнамских путевых заметок и сегодня я расскажу про местные деньги про вьетнамские донги первое что нужно знать у вьетнамских донгов очень высокий номинал самая маленькая купюра это 500 донгов ну что-то вроде 15 наших копеек все путешественники в азию берут с собой доллары так вот 100 долларовую бумажку вы можете поменять на 2 миллиона 200 тысяч донгов то есть сразу же стать миллионером валюту здесь меняют практически везде в каждом закутке в каждом магазине даже просто в отделе где продают часы и вот здесь как видите идет активный ремонт делают какой-то ларек но и здесь можно поменять валюту причем говорят что с подделками практически никто не сталкивается можно делать это спокойно ну вот я и стал миллионером 2 миллиона 200 тысяч плюс еще 20 донгов а теперь информация важная для любого туриста как легко без закипания мозгов и калькулятора перевести донги в рубли и соответственно понять реальную стоимость товара есть довольно простой способ и чтобы им воспользоваться вполне достаточно твердой тройки по математике в школе и так 100 долларов по состоянию на апрель 2016 года равны примерно 2 миллиона двести тысяч донгов лучший курс на это время 2 миллиона двести двадцать тысяч для упрощения расчетов возьмем сумму поменьше например 100 тысяч донгов затем отнимаем от нее последние три ноля и получаем цифру 100 которую потом умножаем на 3 таким образом 100 тысяч донгов равны примерно 300 рублей расчет конечно не точный но позволяющий на бегу прикинуть и понять пытаются вас надуть или предлагают хорошую цену за какую-нибудь очередную футболку или сэлфи палку также стоит учитывать номинал купюр чем он больше тем выгоднее курс то есть 100 долларовые купюры разменивать выгоднее чем двадцатки как правильно тратить донги чтобы потом не было мучительно больно или о нюансах вьетнамского шопинга я расскажу в одном из ближайших сюжетов сначала хотел совместить тему денег и покупок но видео в таком случае получилось бы очень длинно а полнометражные фильмы я пока снимать не готов смотрите мои свежие автомобильные видео и продолжение вьетнамских путевых заметок на сайте michelson tv на канале в ютюбе ставьте лайки за что буду исключительно благодарен ну а тему денег закончу еще одним крайне интересным свойством вьетнамских донгов дело в том что все они пластиковые их можно легко мочить в воде я уже если честно вот примерно такой пачкой искупался в море и с ними ничего не происходит неважно соленая вода или пресная смотрите а это между тем целых 500 тысяч потом их нужно отряхнуть и пользоваться и тратить на этом все следующий вьетнамский сюжет про знаменитый остров вин перу